Наталья Лавренко мечтала стать врачом с детства. Для этого старательно училась, особое внимание уделяла профильным наукам. В итоге поступила и успешно закончила Карагандинский медицинский вуз. Вернулась работать на родину. Сегодня Наталья врач-эпидемиолог Кустанайского центра по профилактике СПИДа. А с сегодняшнего дня и лауреат Золотой книги молодежи Кустанайской области. Профессия, она для меня все. Это большое будущее, я вижу. Мне очень интересно, это мое призвание, качество медицинской помощи для населения. То есть, если сейчас у нас идет цифровизация, да, но мы не должны, то есть мы все в бумажках, в компьютерах, но мы должны не забывать о том, что у нас перед нами пациент. И больше внимания уделять его, его чувствам, его сострадать. Это церемония внесения новых имен в Золотую книгу, 14-я по счету. И в этом году ее формат изменили. Уже традиционные бальные церемонии сменила торжественная обстановка и обширная концертная программа. На сцену приглашают лучших в сфере образования, здравоохранения, спорта, промышленности, науки, журналистики и волонтерства. Это очень высокое звание, это престижно, потому что действительно все они достигли своим трудом. Кто-то думает, наверное, просто там внесли, это книга и так далее. На них большая социальная ответственность, общественная ответственность. Они не только в своей отрасли, в своей сфере работают, они и работают во всех направлениях. Общественно-политические деятельности нашей области, то есть по разъяснению послания президента страны, участники ИПГ, разных мероприятий участвуют, выезжают в села, в районы, встречаются с молодежью, разъясняют, выступают. То есть подают настоящий пример. Как говорят организаторы мероприятия, каждый год интерес к церемонии растет. В этом году стоят лауреатами золотой книги молодежи Кустанайской области. Изъявили 110 активистов со всех районов и городов региона. Больше всего, конечно, было больше номинатов у нас именно молодежные лидеры и за спортивные достижения. Сегодня мы будем награждать в 11 номинациях, но особенность в том, что мы будем награждать 12 лауреатов, потому что есть у нас номинация «Молодые герои», где у нас два, так скажем, героя спасли жизнь маленькой девочки. За свой героический поступок учащиеся Академией МВД РК Булан Тулебеков и Нурлан Самкен получили не только звание лауреатов золотой книги. В этом же зале им торжественно вручили почетные медали, посвященные 25-летию казахстанской полиции. Алексей Кудрявцев, Ярослава Богатырева, РТН.